Два месяца назад мы сделали ремонт в спальне Дмитрия Нагиева. Проект был спорный, но хозяину так понравилась наша работа, что он обратился с неожиданной просьбой. Если вы вдруг еще возьметесь и гостиную сделать, ну это вообще будет красота. Еще и гостиную? Отказать любимому артисту мы не смогли. И вот новый ремонт. Я обещала Дмитрию Нагиеву вернуться и помочь с ремонтом его главной комнаты в квартире. Программа «Идеальный ремонт» всегда выполняет свои обещания. Но давайте посмотрим, с чем нам придется иметь дело. Здравствуйте, Дима, это я. Вот, неожиданность тут, неожиданность. Раздевайтесь, если не оскорбит вас мое предложение. Вот специальное у меня место вот здесь вот, так сказать, прошу. Можно и платочек тоже сюда положить. Можно и туфли, платья. Дмитрий Нагиев, артист, телеведущий, спортсмен и просто красавец. В его съемочном графике нет выходных. Мы видим его в программах, сериалах и на сцене. Но настоящего Нагиева не знает почти никто. Свою частную жизнь Дмитрий держит в секрете. Для нашей программы он уже второй раз делает исключение. Ну, собственно, вот может показаться, что я живу шикарно. Нет, вот это практически привокзальное помещение является моим обиталищем. Эта комната, кажется, очень даже приятной, уютной. Такие роскошные диваны. Дима, а что же не так? Что же вы хотели поменять? И, Кладя, почему? Вы знаете, мне казалось, 10 лет назад, что вот именно эти цвета, синяя, красная картина, что именно это является показателем вкуса прежде всего. С благосостоянием тогда тоже была запопа. Вот. И я сделал все вот в красно-синих тонах. Вы знаете, может быть, это вот такой вот гимн бедному детству, когда все детство прошло в обоих с уточками и хризантемами. И поэтому очень хотелось фактурную штукатурку. Хоть что-то, хоть что-то, что меня сближало с Мэлом Гибсоном, Шерон Стоун и Робертом Демиром. И на сегодняшний день я понимаю, что, в общем, мало что изменилось. Вот, собственно, фактурная стена – это все, что нас пока сближает. Я очень рад, что была приличная программа, обратила на меня внимание. И вы... Наташа, прокачай мою квартиру, а! Если он приползает домой за полночь, то у него должно быть под рукой все. И чашка с чаем, и бутербродик, и диван, и телевизор для последних новостей. Все должно быть вместе, потому что у меня нет в спальне чайника. И я зачастую сплю на кухне, потому что мне так удобно на диванчике. Если я вам скажу свои пожелания такие, это не будет возбраняться? Нет, скажите, конечно. Я хотел бы в светленьких тонах что-то такое, может быть, приближенное к Провансу. Поскольку для меня это стиль, который мне стареет. Может быть, ему и нужно это. Чтобы было хотя бы какое-то место в доме, которое его успокаивало и создавало это ощущение уюта. Если ему это нравится, я понимаю, почему. Ну что же, с Провансом я поняла. Теперь просто уже будем думать о деталях. И то, что все должно быть светлое, по поводу светлого еще обсудим. Может быть, надо чуть-чуть добавить где-то цвета охры, может быть, ну, цвета раннего заката над крышами Прованса. И будет картина готова. А пока мы только начинаем эту картину рисовать. Спасибо вам большое, что вы здесь. Он производит впечатление человека, которому нужен хай-тек, сложный. Такой, когда вот кирпичи, да, есть, когда вот какие-то железки, вот это все такое. А с другой стороны, мне кажется, все-таки он человек, который тяготеет к домашнему уюту. Вот то, с чем нам придется иметь дело. И что ты скажешь? Шикарный стол золотой, но я думаю, это нужно сохранять, потому что вещь симпатичная. Если только не делать вот таким, не оставлять вот таким... Буржуазно? Буржуазно-золотым. Нишу наверняка надо будет как-то использовать, подумать, как ее можно... Надо делать акцент, да. Тут абсолютно правильно. И буйство, огромное количество картин. Тут нужно их как-то организовывать более симпатично. Будем прорежать. Конечно. Какой результат нашей с тобой экспертизы? Что конструктивно, это 90-е годы, и нам придется очень сильно подумать, как поменять стилистику. И причем как-то очень простыми методами. Дмитрий Нагиев попросил нас прокачать его квартиру. Мы начинаем. Выносим вещи. Ремонт здесь был в 90-х годах. Тогда не очень заботились о стиле, подбирали все самое богатое и яркое. Сейчас другие представления о красоте. Тем не менее, мы сохраним многие вещи. На примере этого проекта вы увидите, как полностью изменить квартиру, не делая при этом капитальный ремонт. Комната объединена с кухней и коридором. Общая площадь 48 квадратных метров. Квартира находится в сталинском кирпичном доме. Здесь плохая звукоизоляция. А ведь Дмитрий много работает. Ему нужна уютная и спокойная квартира. Но главное, Дмитрий Нагиев – звезда. Его гостиная должна быть модной. Итак, мы делаем интерьер с Дмитрием Нагиевым. Здесь какое-то предложение, которое объединило бы мужскую природу Нагиева. И тем не менее, светленькая и спокойная. Наилучшее решение – это интерьер юга Франции. А как мы это вообще реализуем в его квартире, где все цветное? В коридоре клеим кирпичик, чтобы добавить немножко брутальности. Но при этом все очень нежно, очень деликатно. Я думаю, что он уже так наигрался в матче. И ему так это надоело. Он же очень тонко, душевно организован. Иначе бы он не стал тем, кем он стал. И, конечно, без романтики куда. И я думаю, Прованс – это в десятку. На торцевой стенке я тут взял с собой французская любовная лирика. Это живые, настоящие письма. Тут видно дату, видно имена участников. Ой, я вижу. Июнь 1748 года. Будем делать, скорее всего, из газеты. То есть увеличивать масштаб, сканировать письмо. И наносить именно уже на бумаги. Существует много способов и много вариантов декорирования стены. Если вы хотите узнать об этом подробнее, зайдите на сайт айремонт.тв. Кухна-столовая в наших сегодняшних условиях – это очень хороший выход и правильное решение. Потому что не такие большие квартиры, чтобы это разделять. В гостиной Нагиева начинается демонтаж. Мы снимаем ламинат. Начинаем с плинтуса. Под ним есть зазор, который всегда остается при укладке. В этом месте можно подцепить доску и снять замок. Кстати, замковый ламинат можно использовать еще раз. Например, можете отвезти его на дачу. Ламинат качественный, но не подходит по цвету. У него есть и еще один недостаток – он шумный. Мы используем более современное покрытие с хорошей звукоизоляцией. Тем временем знакомые Дмитрия Нагиева дают нам противоречивые советы. Мне кажется, что должны быть яркие цвета. Красный должен быть, ярко-оранжевый цвет. И в каком-то уголочке такой сиренево-серый для успокоения. В одном месте он должен взрываться, а вот отойти в стороночку и сесть в сиреневом цвете, который очень успокаивает, кстати. Два месяца назад мы делали ремонт в спальне Нагиева. Дизайнер предложил спокойные тона. На сайте программы нас многие за это критиковали. Сейчас мы узнаем, как спится Нагиеву в новой спальне. Я на вашем месте вообще не рисковал так вот прям закрываться со мной в спальне. Зачем? Я держусь как мама. Держи. И сейчас хочу обратить внимание именно на предметы интерьера. Вот вы поменяли лампы. Я люблю спать, но вот последнее время, прямо скажем, мало удается. Поэтому я здесь бываю не часто, но вот теми набегами, ну вот что-то мне показалось, что лампы, ну вот эти вот сюда ко двору, вот. Ну нормально, они лучше, чем вы были часто. Не могу сказать, что я что-то кардинально изменил. Нет, я вижу, что не кардинально. Я даже рада тому, что, в общем-то, подходит вот этот стиль простого льна. Очень такой немножко деревенский, но очень приятный, на мой вкус, стиль, что вам это подошло. Но все-таки бывает, я вон, я вижу гардероб полный и очки. Наташ, любые выбирайте вот из этой кучи. Вот и берите себе, пожалуйста. Что потом скажут зрители, что они скажут? Пришла, посмотрела, как живет. Наша программа, к счастью, не для завистливых зрителей, а для интеллигентных людей. Поэтому хапните, что хотите, Наташ, да, и бегите. Ну, это поднимите мне веки, сейчас будет страшно. И мы пошли заниматься вашим идеальным ремонтом. Давайте. Так как он в этом бизнесе давно, и он артист недешевый, навряд ли ему понравится пластик, какие-то случайные материалы, случайный интерьер. Потому что он красивое любит, и, как мне кажется, он в этом разбирается. Ремонт гостиной продолжается. Потолок здесь двухуровневый. Это характерная черта ремонта 90-х годов. Мы сохраним гипсокартонную конструкцию, но сделаем ее более современной. Вначале устанавливаем потолочные карнизы. Они из полиуретана. Их ширина 8 сантиметров. Сажаем их на жидкие гвозди. Тем временем пора обсудить, как оформить гостиную в стиле Прованс. Отправляемся в студию идеального ремонта. Друзья, ну что у нас с Провансом для Нагиева? Тут такая штука. Фасады кухонные и вообще гарнитур достаточно качественные. Немного устарели малиновые, поэтому снимаем дверки, а саму структуру сохраняем. Ну и исполняем новые филенчатые дверцы. Хорошо. А что это за битые чашки показывать? Смотри, у Димы там стоял такой очень... Я видела электрический камень. Да, очень условная такая история. Мне кажется, надо делать что-нибудь другое. Конечно. То есть более брутальное, более массивное, но при этом, сохраняя стиль Прованс, сделаем качественный портал из гипса, вставляем топку, но при этом вот эту часть, которая у нас здесь остается, я предлагаю декорировать французской керамикой. Да, делать мозаичку. Это красиво. Обрати внимание, белый пол, настоящая доска, беленая, льняные ткани на окнах, достаточно сурово собранная тумбочка. Мне кажется, ему очень понравится. На тот момент я сделал ремонт на те средства, которые у меня были, посредством вкуса, который у меня был. Сейчас приятно, что со мной работают профессионалы, поэтому давайте, ребята, засучите рукава и мочканите уже. Понятно, что нет квартиры, которую мы не можем испортить. Вот. Я надеюсь, что это будет и моя квартира. Дмитрий Нагиев волнуется зря. Его комнату мы не испортим. Устанавливаем новую столешницу. Она сделана из белого искусственного камня. Над барной стойкой вешаем новые светильники. Их абажуры из состаренной латуни. Люстру мы тоже поменяем. Но сейчас займемся фасадами для кухни. Мы заказали новые дверцы. Они сделаны из ольхи и покрашены в белый цвет. Фасады совсем новые, а для стиля Прованс характерно состаренное дерево. Патинированием чуть позже займется декоратор. Далее в идеальном ремонте. А как ваш отец относится к ремонту? Он постоянно что-то меняет в доме. Ты никак не можешь успокоиться. Тициана. Искусство преображения пространства. Качество АВЦ Фарбен. Обрати внимание, сделано в Германии. Дос из Томас. Сегодня мы делаем столовую для Дмитрия Нагиева. Дмитрий сказал, что ему нравятся спокойные тона. Но все его знакомые посоветовали сделать комнату яркой. Кого слушать? Мы решили спросить совета у того, кто знает Дмитрия Нагиева лучше всех. Кириллу Нагиеву 24 года. Он актер. Его кинодебют состоялся в сериале «Папины дочки». Конечно, Кирилла постоянно сравнивают с Дмитрием Нагиевым. Но он идет своим путем. Кирилл считает отца настоящим другом, на которого всегда можно положиться. А мы решили положиться на его вкус и пригласили Кирилла в студию «Идеального ремонта». Добрый день. Ой, здравствуйте, Кирилл. Здравствуйте. Очень приятно. Как я рада, что вы зашли. Садитесь. Я как раз рассматривала эскизы, которые мы собираемся сделать в гостиной вашего папы. Слушай, я не знаю. Скажите мне, пожалуйста, почему такой брутальный мужчина, такой мачо нашего телевидения, выбрал, попросил и захотел романтической стиле «Прованса»? Знаете, почему мне кажется? Потому что он настолько устает от ярких цветов на телевидении, на экране, что ему просто хочется прийти домой и расслабиться в приятном таком цвете. Ну вот если посмотреть на интерьер, как сейчас его гостиной, то он даже кажется совсем неплохим. Нет, я очень любил ремонт этой квартиры, но просто, видите, дело в том, что пришло время, мне кажется, уже замазать какие-то трещинки. Дом же все равно двигается, такой старинный дом. Он не может без движения находиться. Квартира Нагиева находится в Сталинской высотке. Таких домов семь. Изначально, к 80-летию Москвы, планировалось восемь зданий. Но восьмой дом из-за смерти Сталина достроить не успели. Все высотки были заложены в один день. Дома считались престижными, и жильцы были соответствующие. И осторожил этого дома. Вот. Так что вся эта биография, это высотки, это же, так сказать, как срез нашего общества, нашего государства. Вот этот дом построил, Сталин был построен для всех вот элиты. Ну, вот такой был действительно такой какой-то эпицентр мощи советского государства. Там был сосредоточен. Когда я впервые оказался перед Сталинским домом, в котором я вот живу, я помню ощущение вот совершенной подавленности. И подавленности не раздавленности, а именно подавленности величия. Квартиры в этих домах предоставляли только заслуженным людям. В высотке на площади Восстания жили знаменитые летчики. На Котельнической набережной деятели искусства. Там Фаина Гораневская одно время очень долго жила. И она звонила, говорила, Шурочка, мне врачи прописали срочно дышать. Приди, пожалуйста, к подъезду и проволоки меня от своего подъезда. Да мы его гулять. Но есть у истории Сталинских высоток и невеселые страницы. Самые трудоемкие работы выполняли заключенные. На 22-м этаже МГУ для них был даже организован специальный лагерный пункт. Когда делали ремонт и снимали старые подоконники, на одном из них было выцарапано, на что этот дом строили невинно осужденные сталинских лагерей. Квартиры в высотках были престижными, но их планировка неудачная. Очень маленькая жилая площадь. Устарела и начинка домов. Ведь это тогда, в те времена, это были шикарные квартиры. А сейчас же для настоящих хозяев жизни это все клетушки. Поэтому берут и делают этаж. Но там нельзя внести все несущие конструкции. Поэтому архитектоник этих квартир как лабиринт. Вот так вот. Очень интересно. Пока мы вспоминали историю сталинских высоток, начался новый этап работ. Мы заделали мелкие трещины и сейчас обновляем потолок и стены. Для гостиной Дмитрия Нагиева мы выбрали моющуюся краску Тициана. Она на водной основе, быстро высыхает. Стены, окрашенные моющейся краской Тициана, можно смело мыть. И при этом поверхность не утратит первоначальный вид. Краски Тициана – легкость в преображении пространства. Снимаем плитку в зоне кухни. Здесь будет новое покрытие. Тем временем в студии идеального ремонта продолжаем обсуждать проект с сыном Дмитрия Нагиева – Кириллом. Вот вам нравятся эти эскизы? Знаете, мне очень нравится то, что камин. Теперь он встроенный, да, я смотрю. Очень здорово. Вот этот паркет дает какое-то ощущение такого загородного, светлого дома. А как сам вот ваш отец относится к ремонту? Ему это нравится, не нравится? По-моему, он очень давно уже находится в состоянии ремонта именно по жизни, потому что он постоянно что-то меняет и никак не может успокоиться. Поскольку руки у меня заточены совершенно своеобразным образом, пожарить яичник сюда, отличить долото от кисточки я тоже могу, но взять и сделать ремонт, мне кажется, мне это не получится. Мой инструмент изолента. Стену в коридоре мы покрыли бежевой клинкерной плиткой. Для пола в зоне кухни дизайнер выбрал керамогранит. Он кладется на специальный клей, который наносится зубчатым шпателем. Плитка бежевая, глянцевая. В зоне гостиной мы кладем так называемую инженерную доску. Это современное покрытие, сделанное из нескольких слоев – фанеры, буферной древесины и шпона. Мы кладем доску на звукоизоляционную подложку. Цвет покрытия – беленый ясень. Тем временем открываются новые грани таланта Дмитрия Нагиева. Оказывается, он наш коллега. Сейчас я слышал, он очень увлекается именно ландшафтом, дизайном, деревьями различных видов. Он обожает деревья, просто обожает. То есть он может часами выбирать деревья, именно какие-то сорта, виды. То есть не просто береза, а вот такую, такую, такую. Но вот посадить ее здесь – нет, пересадить ее на 30 сантиметров левее, правее. То есть на самом деле он человек достаточно требовательный. Если это его, значит, это должно быть идеально. И он к этой квартире так же относится трепетно? Да, это была, если я не ошибаюсь, его первый дом в Москве. Правда, где-то ходят слухи, что он даже крыс сам там травил и что-то пытался сделать сам? Если я не ошибаюсь, два года назад он проснулся от жуткого какого-то писка и в подоконнике оказалось в итоге гнездо крысиное. Вообще, сталинская архитектура, она хороша, когда идешь по улице. И все немножко прозаичнее, когда заселяешься внутрь. Вентиляционные шахты размером со слона, там могут ходить маленькие животные. Пришлось разбирать подоконник, и действительно там гуляла, видимо, крысища. Пришлось все это заделать. Вроде, вроде исчезла. И все-таки сталинские высотки – это культурное достояние нашей страны. Вошли они и в историю кино. Если нужно было показать, что герой принадлежит к верхушке советского общества, его селили в таком доме. Эти духи ты подаришь маме. Она обожает Красную Москву. Ну вот мы и пришли. Именно в высотке героини фильма «Москва слезам не верит» выдавали себя за дочерей профессора Тихомирова. До свидания. Никак, уезжаешь, Катя? А кто еще хоть гулять будет? Хозяйка. А мы еще вернемся. А наш ремонт продолжается. Стену в гостиной дизайнер решил сделать очень необычной. Сейчас мы покрываем ее клеем. Мы отсканировали старые французские рукописи. Затем распечатали рисунок на упаковочной бумаге. Получились авторские обои. Мы наклеиваем их на стену. Покрываем бумагу белым полупрозрачным лаком для дерева. Когда он высохнет, декоратор выделит некоторые строчки золотой краской. Надеемся, что такое нестандартное решение хозяин квартиры одобрит. У меня есть еще один вопрос такой. А что будет, если мы ошибемся, сделаем не так, как он бы хотел? Я думаю... Если вообще не понравится, что вы не будете переделывать, наверное. Не последний человек на канале, все-таки, я думаю, он добьется, чтобы все было идеально. Мы постараемся сделать так, чтобы это был первый ремонт на первом канале для Девитрина Гиева. Если не по Диминому, а он, во-первых, всех поперек покроет и заставит переделать. Я думаю, вам мало не покажется. Запустит чем-нибудь, наверное, разобьет. Чтобы угодить Дмитрию Нагиеву, нам нужны советы специалистов. Дима Билан как раз заканчивает отделку загородного дома. Здесь много необычных дизайнерских решений. Например, прозрачный пол и ванная комната, отделанная ониксом. Видно, что опыт строительства у Димы Билана большой. Что он посоветует нашей программе? Если тебе нужно что-то подобрать, будь то керамогранит или какая-то плитка, которую вы хотите положить. Берешь какие-то образцы, желательно большие, чтобы можно было как-то увидеть это уже в финале. Приложить, например, к подоконнику или еще какие-то вещи, паркет, привезти все это, положить, посмотреть. Начиная работы, постарайтесь предусмотреть все мелочи. Но будьте готовы и к тому, что ни один ремонт не обходится без происшествий. Дима Билан относится к этому философски. Вот совсем недавно упала люстра. Вот, на сделанный пол, кованая люстра, очень тяжелая, хорошо, что не убила там дизайнера. В общем, как бы неприятный момент, потому что вы, как бы, сразу хочется найти концы, кто ее вешал, почему и как. Ну, сейчас этим как раз занимаются, выясняют. Наш ремонт в квартире Дмитрия Нагиева пока идет без приключений. Мы делаем новый камин. Он будет искусственным. Сейчас мы монтируем для него портал из гипсокартона. Начинаем с металлических направляющих. Внутри портала будет установлена современная топка. Далее в идеальном ремонте. Дима – великолепный, характерный актер. Работать с ним – это как лететь с горы на санках с завязанными глазами. Сегодня мы делаем ремонт в квартире Дмитрия Нагиева. Его сын Кирилл посоветовал выбрать спокойный стиль и светлые тона. Дизайнер предложил заменить фасады кухни, а также искусственно состарить стулья и журнальный столик хозяина. Именно такая мебель характерна для стиля Прованс. Начинается следующий этап работы. Декоратор и дизайнер Александр Феньев покрывает белой краской барные стулья Дмитрия Нагиева. Теперь он наносит слой темного лака по дереву. Пока лак не высох, стулья нужно протереть тряпкой. Темная краска должна остаться только в углублении. Создается эффект состаренного дерева. Точно так же декоратор патинирует кухонные фасады. Волшебные превращения ожидают и журнальный столик Дмитрия Нагиева. Александрийские двери выполнены из массива натурального дерева. Популярные сегодня белые двери визуально расширяют пространство. Известное качество александрийских дверей и натуральный материал – это залог долговечности и красоты в вашем доме. Илья, если бы ты уже привез золоченый столик от Нагиева. Это да. Его пафосный журнальный столик. А что ты с ним делаешь? Ну, собственно, и гасим пафосность. Делаем его немножко со Старином, уводим его в... Прованс. А как это делаем? Шпаклевка по дереву. И, собственно, в углубление резьбы втираем шпаклевку, даем ей высохнуть. Покажи, как это выглядит. Да, даем ей высохнуть, чтобы проявился белый цвет. И подчеркнуть, опять же, золоченый рельеф. И вот представьте себе, что все это сейчас высохло. Потому что эта работа кропотливая и потребует несколько часов. Что мы делаем потом? Далее берем губку. Берем. И... Наташа, поможешь? Начинаем вот так затирать. Да, именно. Растирая шпаклевочку. И потом, когда все это высыхает, у нас получается эффект затертости. То есть мы превращаем этот вполне парадный журнальный столик в менее парадный, но гораздо более уютный, более человечный, совершенно соответствующий нашему стилю Прованс, который мы и хотим сделать в квартире Дмитрия Нагиева. А мы продолжаем работы по установке камина. Портал уже готов. Сейчас мы проверим, как работает топка. Это пароэлектрический камин с 3D-эффектом. Полка для камина сделана из искусственного камня. Теперь временно убираем топку и продолжаем работы. По периметру портала фиксируем светодиодную ленту. У такого камина Дмитрий сможет отдохнуть после работы. Ведь трудится он на износ. В том числе много играет в театре. На спектакле «Кыся» неизменный аншлаг. Дима – великолепный, характерный актер. Причем ярчайший. Куда нас везут? Уни! Физиологи! Это конец. Яйца резать будут. Кто хочет увидеть мат, крамолу, тот ее увидит во всем. Для себя мы решили, что мы играем про любовь. Как мне кажется, полные залы на спектакле «Кыся» доказывает и показывает, что многое мы делаем правильно. Все-таки есть у нас, кошачьи. Вот этот элемент предвидений. Момент оставшегося времени. Дмитрий Нагиев, он уникальный. Работать с ним – это как лететь с горы на санках с завязанными глазами. Никогда не знаешь, что тебя ждет внизу. Работы продолжаются. Изначально дизайнер планировал отделать камин керамической плиткой. Но затем нашел более интересное решение. Это плитка из гималайской соли. По составу такая соль очень плотная, поэтому ее можно использовать в строительстве. Она розовая, полупрозрачная. Благодаря диодам она будет светиться изнутри. При нагревании соль выделяет множество полезных веществ. Воздух в комнате становится таким же, как на берегу моря. Мы отделываем плиткой пол возле камина и портал. Теперь Дмитрий сможет восстанавливаться после тяжелой работы в театре и на телевидении. Дмитрий – замечательный совершенно ведущий программы. Во-первых, он высокопрофессиональный артист. Во-вторых, он нашел для себя ту манеру, которая замечательным образом подходит к тому, что мы называем шоу. Без него уже представить эту программу практически невозможно. Я хочу поблагодарить, и без этого никак нельзя, вас, Дмитрий Нагиев, обязательно. Без вас, без вас, без вашего присутствия, без вашего умения вести эту программу, все опять было бы развалено. Дима – очень хороший, добрый человек. Для меня это первично. По поводу профессионализма его, он ведущий вообще фееричный. Мне очень нравится, что он делает. Он всегда очень как-то подколы его, очень как-то к месту. Ты здорово надоел за кулицами, потому что Злат подошел ко мне раз 70. С любым вопросом. Прикольные очки. А что это? Классный костюм сидит. В тот момент, когда ты пытаешься остатки мысли собрать, да. Что думаешь, да? Вообще, у меня огромное количество впечатлений от Димины работы, от того, насколько он круто импровизирует на сцене, какой у него невероятный отскок. Мне очень жаль, что наш проект покидает веселый геморрой. В комнате Дмитрия Нагиева продолжается ремонт. Заделываем швы в клинкерной плитке. Дизайнер решил изменить барную стойку. Мы клеим на нее плинтусы и молдинги из полиуретана. Чуть позже вся стойка будет покрыта бежевой краской. В центре мы установим деревянную полку для вина. А чистоту нам обеспечит компактный 3D-пылесос нового поколения «Томас Икстез» системой «Аквабокс». И чисто, и пылесосом не пахнет, а сам пылесос очищается за секунды. Далее в идеальном ремонте. Удивились? Испугались? Это для вас. Обрати внимание, сделано в Германии. Досис Томас. Александрийские двери. Свидетели ваших побед. Сегодня мы делаем ремонт в квартире Дмитрия Нагиева. Он попросил нас оформить столовую в стиле Прованс. Дизайнер предложил заменить фасады кухни. А декоратор искусственно состарил барные стулья и журнальный столик хозяина. Чтобы подчеркнуть мужское обаяние Дмитрия Нагиева, мы обклеили стену французскими любовными письмами. Мы начинаем декорирование. Книжный шкаф деревянный. Декоратор покрыл его слоем патины. На кирпичную стену вешаем черно-белые фотографии Прованса. Они из личной коллекции Наташи Барбье. Диван у Дмитрия Нагиева был очень хороший. Мы его оставили. Но добавили подушки, отделанные кружевом. В зоне гостиной люстра парадная с хрустальными подвесками. Шторы льняные. Внизу широкий кант цвета лаванды. Это очень характерно для стиля Прованс. Деревянное панно за полками покрыто позолотой. Она перекликается с наградами Дмитрия Нагиева. В подиум вмонтированы светодиодные экономичные лампы. Кухонный фартук сделан из состаренных латунных листов. Еще мы поменяли стеклянные дверцы шкафа на деревянные жалюзи. Ремонт завершен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дима! Что-то я немножко... Добро пожаловать в Прованс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Удивились? Успугались? Это для вас. Мы решили, что не просто светленькая и беленькая, а что это должна быть гостиная и вообще столовая кухня в стиле Прованс, юга Франции. Наташ, вы знаете, я смотрел ваши программы, и было неплохо, но мне кажется, что вот где семимильный шаг вперед, а? Слушайте, ну комар носа не подточит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Позвольте ручку, Наташ. Вы знаете, я, ну просто, я пока немножко растерян, собственно. Может быть, я вам расскажу некоторые детали? Дайте попцом примну, а? Вот так вот, значит, да, вот так. Вот так вот на подушечку с ручным кружевом, я прям сразу... Да ладно, мне... Такую на бархатную подушечку... Мне парню из трущоб подушечка с кружевом, с ручным. Да вы с ума сошли, обалдеть, а! Ну, это же не единственное ручное, что здесь делало. Позвольте вас пригласить к бару, а? Ну, рассказывайте. Я начну с той стеной, когда вы заходите теперь к себе. То перед вами виды Прованса. Самое разное время года. Весной, осенью, зимой. Вот лошадь. Даже нашла одну фотографию старую. Человек, похожий на вас, придет в рождественские венки. Это ноябрь. Здесь все облицовано теперь кирпичиком, он декоративный. Не то, чтобы мы сломали стены в этом... Это не мой кирпич, это плиточка, да? Нет, это не плиточка, это кирпичик специальный. Кирпичик, обалдеть. Для того, чтобы было ощущение кирпича дома. А вот эта стена, мне кажется, совершенно мемориальная. Мы над ней долго, поверьте, трудились. Это как бы что? Это как бы ручная работа. Это французские рукописи, которые вот так закатаны, как обои, а потом золотом прописали некоторые фразы. Золотом прописали. Тусклым золотом. Спасибо. Я теперь точно знаю, что в лихую годину со скобы с этой... Спасибо вам, Наташа. Спасибо. Огромное вам спасибо. Раньше мне приходилось создавать хорошее впечатление о себе, когда я приводил сюда, ну, неважно кого, вот, вначале пыль в глаза опускал, рассказывал, что это дедовская квартира, вот, ремонтировалась после войны сразу, поэтому она в таком состоянии. А сейчас, вы знаете, я уже не каждую сюда пущу, уже кум-королем. Дима, я желаю тебе в твоей новой квартире больших чувств. Потому что все остальное, я думаю, у тебя уже есть. Будь счастлив, будь здоров и много-много тебе любви. А есть шторы, шторы очень простые. Это просто такой холст, это лен, подбитый широким кантом лаванды. Из занавески отдельное спасибо, да, что вы убрали вот мои занавески по тысяче долларов на каждом окне и повесили вот замечательную вот эту вот трепицу ситцевую. Ой, ну, Дим, ну, я не знаю, ну, сейчас уже совсем не модно ценить, поговорить про себя. Ну, ну, что, сейчас чем скромнее, тем лучше. Да, просто вопрос, где за занавески-то, а? Или эту шу прибили, а? Это наш дом. Вот это мы здесь живем. Ой, боже мой, боже мой. Раньше здесь жили бы. Замечательно. Нет, все прям, все очень со вкусом, все очень красиво, все просто здорово. В лесу я бы пустил гулять. Парк. Хорошо. Камень тоже хорошо. Светильники занятые. Лес, там лес, здесь лес. Хорошо. Замечательно. Очень хорошо сделали пол. За все большое, большое спасибо. Да, конечно, вы меня поставили в тупик. Так, я вот, в общем, я сейчас мучительно пытаюсь вспомнить, куда же, на какой объект там их пристроили. Так, одна галочка пошла. Дальше, дальше. У вас теперь новый камин с гималайской соли. То есть вот прямо вот, да? Обалдеть, обалдеть, а? Более того, здесь настоящая гималайская соль, она очень красиво подсвечена. Вот это? Да. Гималайская соль? Да. То есть вы отвечаете за свои слова, Наташа, что она соленая? Вот в этом я не уверена, честно говоря. Наташа, вы не современный человек. Соленая. Смотрите, как это делается. Да. Дорогие друзья, я надеюсь, что это действительно соль, а не мозолистые руки строителей. Иногда он может себя почувствовать теленочком, подползти к этому камину и лизнуть, зная, что не отравится. Это все хорошо, это же тонко, с юмором и необычно, оригинально. Дима, я так вот всерьез-то вижу, вам понравилось? Мне понравилось. Я даже лукавить не буду, только меня распирает чувство благодарности, скажу честно. И я очень рада. Спасибо вам большое еще раз. Правда, трону. Мухнемся. Фирма «Томас» дарит вам компактный 3D-пылесос нового поколения «Томас XT» с системой «Аквабокс». Новый «Томас XT» легко использовать и легко мыть. Спасибо. Ремонт для королевы. У меня юбилейный год. Юбилей? Смотрите. Да, смотрите. Зинаида Михайловна, сколько вам лет исполняется? 80. Как сделать «Версаль» в обычной московской квартире? Еще есть арка, которую мы тоже, в принципе, снесем. Мы почистим. Рождение шедевра. Нечка, я сейчас буду работать с твоим портретом. Изумрудная кухня для Зинаиды Кириенко. Я стала вокруг голубым и зеленым. В ручьях забурлила, запела вода. Смотрите через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова